Поговорим сегодня и сейчас о влиянии войны в Украине на страны Азии, что, кстати, не совсем обычно для нашего, может быть, зрителя, но, тем не менее, это повод поговорить и поднять эту тему возник в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский выступал на азиатском саммите по безопасности, где Украина была ключевой темой. Назвался этот саммит «Диалог Шангрила». Он прошел в Сингапуре. На три дня там собирались министры обороны, высокопоставленные представители военной сферы, мировые производители вооружения. И полномасштабное вторжение России в Украину, по словам участников этого форума, дало понять, подобная ситуация может возникнуть и в Индо-Тихоокеанском регионе. К этому они уже готовятся. О том, как готовятся, кто готовится, что говорили, как слушали украинского лидера в нашем следующем материале. Уважаемые участники делегаций, имею большую честь презентовать вам нашего спикера, который произнесет особенную речь. Так, участникам 19-го азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангрила» представили Владимира Зеленского. Во время своего онлайн-выступления президент Украины подчеркнул, дальнейшая судьба мирового порядка сейчас решается на поле боя в Украине. Российская пропаганда очень старается распространить и в ваших странах, как и во многих других, дезинформационный тезис о том, что якобы война России против Украины – это что-то такое про НАТО, про роль Америки, о попытках Запада куда-то продвинуться в Европе. Но война России против Украины – это далеко не только о Европе, это о глобально важных вещах. Выступление Владимира Зеленского длилось более 20 минут. За это время он рассказал участникам форума, сколько мирных жителей Украины убили российские оккупационные войска, сколько крылатых ракет выпустили по украинским городам и какие запрещенные снаряды применили, как российские военные грабят все подряд на территориях, которые им временно удалось захватить, и о блокаде украинских портов в Черном море. Если из-за российской блокады мы не сможем и дальше экспортировать наше продовольствие, которого как раз не хватает сейчас на глобальном рынке, мир ожидает жестокий продовольственный кризис и голод во многих странах Азии и Африки. Вслед за дефицитом продовольствия неминуемо придет политический хаос. Именно военное вторжение России в Украину стало ключевым вопросом во всех дискуссиях, несмотря на то, что основная цель саммита – обсудить безопасность Азии, но параллели проводились постоянно. У меня самого есть сильное ощущение неотвратимости того, что то, что сегодня в Украине, может быть завтра в Восточной Азии. Поэтому Япония приняла решение объединиться с международным сообществом в усилиях по введению жестких санкций против России и поддержки Украины. О том, что Россия своим вторжением в Украину подорвала международный порядок, основанный на правилах и уважении, во время дискуссий заявил и министр обороны США, в то время как цивилизованные страны избегают политики агрессии и запугивания. Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас, когда великие державы решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей. Так что мы понимаем, что мы можем потерять. Мы видим опасность беспорядка. На фоне российской агрессии в Украине Китай на саммите обсудил вопросы сотрудничества с США. В этом году диалог Шан-Грила проходил в 19-й раз. Российской делегации, которая принимала в нем участие с 2011 года, в этот раз не было. Наталья Ягусок, Владимир Шенгелов, специальный для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». Андрей Каракуц, кандидат исторических наук, глава общественной организации «Центр прикладных исследований». С нами уже на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Слушали ли вы речь Владимира Зеленского в Сингапуре и не заметили ли вы отличий этой речи, направленной к азиатским странам, например, по сравнению с теми речами, которые Владимир Зеленский произносит в сторону западных стран, там, западной Европы, например, либо в Канаду, либо в США и так далее. Не наблюдаете ли вы таких отличий в риторике, скажем так? Безусловно, отличия есть. И очень важно подчеркнуть, что как раз все выступления украинского президента, они учитывают специфику тех форумов, на которых он выступает. В первую очередь, они направлены на конкретную аудиторию. И, безусловно, эта речь, она как раз показала странам Азии. То есть показала, что события, происходящие в Украине, это касается не только Европы, это касается даже, может быть, даже не Евразии, а касается вообще всех стран мира и, соответственно, таких вот регионов, в которых сейчас разворачивается как раз похожее противостояние. И Юго-Восточная Азия, это как раз Тихоокеанские вот эти страны, которые также находятся между так называемыми великими державами, они все сейчас находятся в подобной угрозе. Ну и президент Зеленский также цитировал азиатских правителей, Викуан Ю, в частности. То есть он демонстрировал то, что действительно тот контекст, в котором происходит российско-украинская война, он, по сути, может распространиться и на этот регион. Поэтому я считаю, что очень правильные слова... Я почему спрашиваю у вас насчет разницы? Потому что, когда мы говорим, например, о войне России против Украины, мы часто упоминаем, что это война против ценностей, демократического устройства и демократии. А все-таки Сингапур, ну, с натяжкой можно называть демократией и степень управления этим обществом со стороны государства, она отличается, нежели мы имеем модель в Европе и привычную для нас в Украине модель правительства, парламента и прочее, прочее. Но в связи с этим, вот здесь вопрос, есть ли отличие в понимании войны в Украине, которую объявила Россия против Украины, отличие в понимании этой войны в Азии и в Европе? На мой взгляд, да, но есть, потому что все-таки здесь мы чаще говорим о демократии. Сколько раз, может быть, вы обратили внимание, упоминалась демократия как таковая на этом Сингапурском форуме? Или там, по вашему мнению, другая повестка? И угрозы, которые несет Россия, российско-украинская война для Азии, эти угрозы другие. То есть, это угрозы их суверенитету, может быть, национальной идентичности. Вот в чем отличие все-таки этих месседжей? В первую очередь, главное, то, о чем говорили на этом форуме, это как раз угроза существующему в целом миропорядку. Безусловно, демократия – это одна из важных его частей, демократические страны. Однако, вообще, угроза таким понятием, как суверенитет, как, соответственно, территориальная целостность стран. Этот регион, после Второй мировой войны, также строился на определенных правилах, в частности, на уважениях к этим нормам и уважениях к международному праву. Россия, начав вторжение в Украину, как раз полностью разрушает эту систему, которая может привести, скажем так, не то что к хаосу, а к таким посредствиям, которые будут иметь как раз глобальное влияние. Это, опять же, тоже распространение оружия массового поражения. Это, опять же, попытки великих держав поменять границы. Это, опять же, угнетение каких-то наций, либо каких-то этнических групп по каким-то признакам. То есть, вот этот конфликт, который происходит в Украине, он, к сожалению, не может быть игнорирован ни одной страной. На форуме многие лидеры говорили о том, что да, это как бы нас не касается, это, соответственно, не наша война. Однако, я считаю, что в данном случае они неправы, они только откладывали решение этих проблем на дальнейший период. И на этом форуме очень важный такой момент, это как раз обсуждение проблемы, вопроса Тайваня. Не секрет, что Китай продолжает риторику, направленную на то, чтобы как раз попытаться воспользоваться вот этой ситуацией, вернуть Китай, вернуть Тайвань, я извиняюсь. И вот этот форум как раз стал таким противостоянием, когда пример Украины продемонстрировал, что если Китай попробует осуществить тот же самый прием, то как Российская Федерация пытается совершить по отношению к Украине, то как раз этот регион может быть вторгнут в хаос, и его последствия будут крайне негативны, как и для экономики, так и вообще для развития дальнейшего не только Азии, но и всего мира. В продолжении нашего разговора хотелось бы еще одну цитату привести. Международное сообщество обеспокоено угрозой возможного повторения в Индо-Тихоокеанском регионе событий, схожих с происходящим в Украине, из-за сотрудничества России и Китая. Об этом заявил министр обороны Японии, на диалоге Шангрила. Также он отметил, что Япония будет добиваться пересмотра стратегии национальной безопасности, чтобы усилить свою оборону. В частности, планирует удвоить военный бюджет до 76 миллиардов долларов. Япония находится на передовой в деле поддержания международного порядка, основанного на букве закона. Мы всецело осознаем тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия. Министр обороны Японии Нобо Киси. А вот тут как раз немножечко расширю, но, может быть, дополню вопрос Алексея по поводу того, что же стало отправной точкой, на ваш взгляд, такого смены отношения азиатских стран к ситуации в Украине. Это все-таки угроза ядерного удара или ядерного вооружения дальнейшего? Это энергетический кризис? Это продовольственный кризис? Или это действительно боязнь того, что как карточный домик на региональном уровне может произойти то, что произошло с Украиной? Вот мы тут вспоминали Тайвань, но это отдельный вопрос. Какие еще угрозы есть, например, для того же Сингапура, про который вы вспоминали, и Японии? Все эти проблемы, которые вы называли, да, они являются, по сути, одним комплексом. Самое важное, что сейчас происходит в Азии, ну и во всем мире, это как раз попытка вот таких стран, как в том числе Китай, как это делает Российская Федерация, это попытка вообще изменения существующей системы миропорядка, то есть перехода от системы правил, в частности, на которых базируется существование таких организаций, как Организация Объединенных Наций, на позицию силы, как раз использование вот таких военных методов, методов подчинения, шантажа, которые позволяют более сильным государствам диктовать свою воду. И как раз Китай в последние годы, благодаря своему быстрому росту, благодаря как раз тем достижениям и в военной сфере, является вот такой вот силой, которая потенциально может дестабилизировать этот регион. И те страны, которые раньше видели существование в рамках региона, как в первую очередь сотрудничество, взаимовыгодное и в первую очередь экономическое развитие, теперь уже понимают, что скорее всего решение проблем региона будет осуществляться с помощью таких более жестких военных методов. Давайте вспомним, что Китай вчера заявил о том, что будет проводить так называемые невоенные и специальные операции, то есть оставляет за собой это право, при этом якобы не прибегая к воинам. То есть мы уже видим эскалацию, как и риторики, а теперь остается только ждать того, что как раз и будет применение силы. И давайте не забывать, что Китай в последние годы как раз накапливает вооружение. И вот эта дилемма безопасности в регионе, когда страны усиливают, увеличивают свои военные бюджеты, приводит к тому, что постепенно появляются как раз предпосылки для возможного военного конфликта. И очень важно, что как раз такие страны, как Япония, Южная Корея, Австралия, та же самая Индия, они все сейчас начинают массовые перевооружения, они пытаются усилить свой военный потенциал, то есть прекрасно понимают то, к чему идет текущая ситуация. То есть конкуренция только будет усиливаться. И если посмотреть на последние как раз дипломатические события, это и визит президента Байдена в регион, это и переговоры в рамках четверки Индия, США, Великобритания, Австралия, то есть это Япония, извиняюсь, Австралия, это как раз те шаги, которые демонстрируют, что сейчас очень высокое напряжение в регионе, и оно будет, конечно, только нарастать. Просто возвращаясь к началу своего вопроса, я сказала, что же стала отправной точкой, вы сказали комплекс проблем, но он уже возник не сегодня, и даже не 24 февраля, он накапливался до этого. Почему именно сейчас такая вот сгуртованность, они хотят действительно помочь... Сплоченность. Сплоченность, да, я прошу прощения. Они хотят действительно помочь Украине остановить войну в Украине, либо они просто видят прагматично, как использовать эту ситуацию на свою пользу. Это не про Украину, это про их исключительно безопасность. Как вы видите? Да, да, я понимаю. Безусловно, эти все события, они имели свою подоплеку, то есть они развивались в такой траектории уже довольно длительное время, и, скажем так, вот как раз вторжение России в Украину просто открыло ящик Пандоры, в том смысле, что действительно показало, что больше вот тех правил, которые существовало, ну, их можно не придерживаться. Раньше, то есть был такой, так называемый момент однополярности, когда Соединенные Штаты Америки после распада Советского Союза были доминирующей военной силой. Сейчас мы наблюдаем то, что мир встает более мультиполярным, появляются новые центры силы, и вот как раз эти центры силы, такие как Китай, в частности, они претендуют на большую роль в мировых делах, ну, и вообще во влиянии на другие страны, то есть они пытаются воспользоваться вот таким, возможно, ослаблением в Соединенных Штатах, особенно после прошлогоднего выхода из Афганистана, да, этой катастрофы. Они пытаются воспользоваться тем, что Европа недостаточно единая. И в целом в этом регионе, да, появляются какие-то такие тенденции, которые позволяют как раз использовать право силы для того, чтобы продвигать свою политику и продвигать свои интересы. То есть мы видим просто-напросто то, что это назревающие конфликты, да, они просто-напросто теперь уже были высвобождены. И, конечно же, не могу не спросить о китайско-американских отношениях. Там на полях этого саммита была встреча между министром обороны Китая и министром обороны США Ллойдом Остином. Они до этого поговорили еще по телефону, были какие-то небольшие контакты, вот на фоне общего ухудшения глобальной ситуации с переговорами, с попыткой диалога стратегического и прочее. Такие двухсторонние контакты министров обороны вроде бы дают в определенном смысле позитивный сигнал на то, что диалог и политико-дипломатический путь, он преобладает, он все-таки есть, и этому дают стороны больше шансов. Как вы оцениваете сегодняшнюю роль и влияние Соединенных Штатов в азиатском регионе в контексте, конечно же, усиления Китая в Южном море, Южно-Китайском море, то, что они хотят взять под полный контроль этот регион. Опять-таки, то, о чем вы сейчас упомянули, вчерашнее заявление Пекина насчет внимания к Тайваню, их усиливающаяся дипломатическая линия в отношении Тайваня и так далее. Вот как вы думаете, Соединенные Штаты какую тактику сейчас выберут в азиатском регионе в таком вот широком контексте? Соединенные Штаты как раз переходят к очень продуманной стратегии, долгосрочной стратегии как раз развития Индо-Тихоокеанского региона, как они сами называют именно это понятие. И в этой стратегии предусмотрено, что Соединенные Штаты будут развивать отношения союзнические, да, фактически, с рядом стран. Это как традиционные союзники, такие как Япония, Южная Корея, Австралия. Но также и пытаются расширить свое влияние за счет кооперации с новыми растущими странами. И как раз во время визита Байдена в регион было заявлено о том, что будет создана инициатива Индо-Тихоокеанского пояса благополучия, да, то есть, которое, процветание, которое позволяет, соответственно, создавать экономические объединения, да, и самая главная цель – это как раз противостоять экономическому влиянию Китая, который благодаря своей торговле имеет большое влияние на страны региона. Таким образом, Соединенные Штаты, вот первый путь – это экономические отношения, да, которые углубляются. Второй путь – это, безусловно, военные, расширение военных связей. Это как раз вот те форматы, которые существуют традиционно. Вы помните, что в прошлом году также был создан союз США, Великобритании и Австралии, которые предусматривают, в том числе, фактически противостояние Китаю. Это расширение военных связей с Индией, попытка, да, таким образом, вовлечь Индию как раз на стороне Запада в сдерживании Китая. Ну и, безусловно, это как раз попытка сдержать Китай, не позволить ему увеличить свое влияние не только на страны региона, но и расширить за его пределы, в том числе на страны Африки. То есть идет, скажем так, уже довольно серьезная глобальная конкуренция, которая направлена на то, чтобы Соединенные Штаты оставались лидером в этом регионе. Очень много происходит событий. Вот в начале года это были и Соломоновые острова, да, это и вопросы таких маленьких стран, как Тимур и Деесты. То есть, казалось бы, это в современной ситуации небольшие новости, однако Китай постоянно пытается увеличивать свое влияние. И в то же самое время, что в этом году очень важно, что Китай из-за своей политики останавливается немножко в своем развитии экономическом. В этом году впервые Соединенные Штаты могут обогнать по темпам как раз роста экономики Китая с 1976 года. И это позволит как раз Соединенным Штатам попытаться вернуть свое влияние и усилить его в этом регионе. И тут надо еще добавить важный момент, что в этом же году к пленум Центрального комитета Компартии Китая намерен еще на третий срок выдать полномочия Си Цзиньпину как генеральному секретарю Компартии. Это, конечно же, важное внутриполитическое событие для Китая как таковое. И они будут обрамлять, ну, по моему мнению, данное событие в том числе усилением своей роли и влияния внутри своего же региона. Ну, не только, а также, если посмотреть заявления внешнеполитического ведомства Китая, то там, на мой взгляд, риторика накаляется в отношении и США, и Украины, кстати, тоже, и Европы. Андрей, спасибо вам за включение в наш эфир. Андрей Каракутов был с нами на прямой связи, мы обсуждали хитросплетение азиатской политики и влияние Украино-российской войны на ситуацию в этом регионе. Но мы точно так же следим и за тем, как трактуют события наши западные партнеры в медиа. Они также просматривают причинно-следственную связь, как раз почему азиатские страны немножко изменили свое отношение к ситуации и начинают как-то объединяться для того, чтобы свои интересы защищать через помощь Украины. Что ж, что об этом пишут? Давайте посмотрим. Война против Украины создает для России проблемы в Центральной Азии. Москва теряет экономическое и финансовое влияние на страны в этом регионе, которые быстрее переходят на орбиту Китая. Об этом пишет Блумберг. Прежде чем напасть на соседнюю Украину, Россия продемонстрировала миру свое внимание к Центральной Азии. В частности, она помогла казахстанской власти жестоко подавить протесты совсем недавно, в январе. Но теперь потрепанные вооруженные силы Путина привязаны к Украине, а китайские интересы в сфере безопасности в регионе только растут. Война в Украине нанесла значительный ущерб экономическим и финансовым отношениям Центральной Азии с Россией. Это вакуум, который все чаще может быть заполнен Китаем.